Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна. Вы знаете, снимая о Юрии Штунове, вот, несколько дней, в общем-то говоря, все эти дни мы с вами находимся в таком шоке, в шоковом состоянии, потому что нужно какое-то время для того, чтобы вообще, в принципе, так скажем, осознать, переварить и смочь поставить в одном предложении Юрия Штунов и смерть, да, потому что это просто невозможно сделать. Чем больше смотришь, там, кадры молодости и так далее, его группы «Ласковый май», тем больше ощущение того, что все-таки все это какой-то сон абсолютно, да, все эти на прощании белые розы, море цветов, что это просто сон, действительно, что сказать Юрия Штунов, и он, так сказать, жив, откроешь, и он вечно поет эти песни, вечные песни. Друзья, все дело в том, что я отметил, что в комментариях очень много действительно пишут о том, что Юрия Штунов тринадцатый, тринадцатый человек, который ушел из жизни из «Ласкового майа». Коллектив «Ласковый май» и Штунов тринадцатый. Злая ирония или что это судьба, я не знаю. Но, тем не менее, вот в свете обсуждений, там, о, значит, педоскандала вот этот и так далее, обвинении Кузнецова, которое, я считаю, носит исключительно заказной характер, это просто смешно. Девять лет назад Кузнецов сказал, начиная судиться с Разиным, и ждите что угодно обо мне, любой информации, потому что любую грязь могут вылить. Вот я считаю, что это делается, потому что сейчас он фактически в суде может свидетельствовать о том, что там не ставил подпись и так далее. А если его нет, собственно говоря, любая подпись, ее оспорить нельзя. Понимаете, да, о чем я говорю? Так вот, а сейчас у него здоровье уже не то, что девять лет назад. Такие материалы будут выходить, такие фильмы, как Алена Блин делает. Человек сердце не выдержит, не дай бог, сто лет жизни. Я говорю о том, что, вы знаете, странное такое ощущение, все-таки действительно, потому что солисты, да, клавишники, солисты, другие музыканты группы «Ласковый май» уходили из жизни при трагических обстоятельствах. И вообще, вот если сейчас взять, вы знаете, что группу раскручивал там Разин, да, писал музыку, значит, песни Кузнецов и вот директор что-то нового Кудряшов. Кудряшов с Кузнецовым, они как раз отсмотрели детей в детдомах и так далее. И вот сейчас в живых остались Кузнецов, Кудряшов и Разин. То есть те, кто, все дети, вот я не знаю там, какие вторые, третьи, пятые составы были, да, там чуть ли не 10 составов колесила, говорят. Но вот основной состав ни одного солиста нет. Шатурнов был последним солистом, который, собственно говоря, ушел из жизни в тринадцатом. Да, я могу сказать, что вот мне вопрос задавали, что как вы считаете, мне даже скинули подборку, кто в какие года, вот я дни пять назад читал, мне ВКонтакте прислали, значит, кто в какие года, чего там, тасыть, да. Конечно, когда смотришь, думаешь, боже мой, такое количество людей, как это действительно возможно, ну, как ни в одной группе, по-моему, столько людей не погибало, вот так вот, не своей смерть. Можно ли сказать, что это не случайность? Не знаю, понимаете. Здесь вопрос в том, что, конечно, умом, когда ты это смотришь на этот список, ты понимаешь, что, ну, наверное, это действительно может быть и не случайность, потому что, потому что, может быть, что-то знали люди. А потом задаешься вопросом, а не знал ли чего-то Шатунов? А не хотел ли он что-то рассказать, например, или не мог ли он что-то рассказать? Вот, и в итоге получается, что и его нет. То есть, нет, вот представьте, ну, обычно вот группа, там, два-три, состав менялся, например, там, эти солисты, они же, там, клавишники, там, другие музыканты, они живые, с ними можно поговорить. А здесь не с кем поговорить вообще. То есть, группа, которая существовала на протяжении стольких лет, никого нет. Никого, представляете? Все погибли. Все. То есть, никто не может свидетельствовать ни о чем вообще. Можно сейчас говорить все, что хочешь. Алена Блин может снять хоть еще сто фильмов, понимаете? И никто ничего не скажет, абсолютно никто. Кузнецову здоровью не то, чтобы что-то еще судиться и говорить. А все больше нет никого. Директор Кудряшов, я не знаю его позицию. А, значит, все больше нет. Значит, Шатунов был последний. Вот, единственный. Кто, так сказать, Прико, он, который давал, значит, там, вроде, про Кузнецова рассказывал про всю эту педофилию и так далее. Он пил сильно, он в 20-м году его не стало. То есть, он был предпоследний, я так понимаю. Конечно, поэтому возникают вопросы. И вот, собственно говоря, в этой части, в этой части. Я считаю, что это мое мнение, я не утверждаю, но я считаю, что вот этот фильм Алены Блин носит явно заказной характер. Потому что надо вывести из игры теперь Кузнецова. Но, потому что, еще раз скажу, просто простые факты, да, против которых, вот, я не знаю, что можно ответить. Если бы это было, Шатунов бы знал об этом. Зачем бы он поддерживал Кузнецова? Кто-то сегодня написал Стокгольмским синдромом. Знаете, что это такое, да, когда, значит, жертва проникается любовью к мучителю своему, да, там, через какое-то время. Сомневаюсь, что это может быть, потому что это растянуто во времени было и так далее. И Кудряшов, который, как в фильме сказано, тоже участвовал в этом. Как он мог быть директором Шатунова? Он бы тогда сроду бы этого не сделал, не сделал его своим директором. И не общался бы с ним так доверить. Просто вот, он бы знал тогда, что ребята же общаются между собой, да, именно с детдома. То есть, они все общались между собой. Поэтому, еще раз скажу, либо здесь что-то уж очень такое прям супер мафиозное, да. Ну, еще раз скажу. Ну, конечно, вот в части фильм, когда говорит о том, чтобы там кое-кого проверить, я думаю, что, ну, для меня просто, я скажу так, странно, как для человека просто, что такое количество людей в одной группе, и все ушли из жизни. Вот это да, это странно. И Шатунов тринадцатый. Тринадцать человек в одной группе ушли из жизни. Солисты, основной состав. Все. Друзья, интересно ваше мнение, что думаете на сей счет. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно, ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео и поддержке. Канал, кому интересно смотреть мои ролики, можете поддержать канал. А также подписывайтесь на резервный запасной канал Будда Гришна Новости. Здесь в YouTube, чтобы нас с вами не потеряться. И в Telegram-канале канал Будда Гришна Новости. Это новости политики, и не только политики с моими комментариями. Я знаю, что эта тема очень многих волнует. И, еще раз скажу, мне прислали подборку. Прям тех, кто... В какие года, фамилии, все там. Кто-кто, кто клавишник, кто там солист, кто еще что. И, действительно, очень многие люди задаются вопросом. А как так? Сейчас стали задаваться. А кто-то уже задается, так сказать, и не только сейчас. Что случайно ли это, не случайно ли это. Ну, думаю, что, в принципе, не знаю, наверное, если бы это было кому-то интересно, сопоставить это все и проанализировать, и сделать определенного рода вывода, наверное, бы это было сделано. Не знаю, может быть, когда-то это и будет сделано. Может быть, мы что-то когда-то и узнаем об этом. Больше, чем сейчас. Друзья, успехов, здоровья. Всем пока. До встречи.